МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще с советских времен работа с детьми вне школьных стен стала одним из краеугольных камней комплексной системы под названием образование. Какие тенденции сегодня царят в этой сфере? И почему главный девиз дополнительного образования успех каждого ребенка? Об этом и многом другом мы побеседуем с директором Дворца детского творчества Светланой Калипановой. Светлана Анатольевна, давайте начнем наш разговор с новости, которую я прочитал совсем недавно, о том, что Дворец детского творчества стал муниципальным опорным центром доп. образования. Что это за статус? Что он дает вашей организации? На сегодняшний день, я вообще, конечно, думаю, где вы прочитали, потому что этой новости уже скоро год. С марта 2018 года Дворец является муниципальным опорным центром. И этот статус был присвоен постановлением главы администрации. А сколько всего таких центров в области? Наш один или это общая программа? Нет. В Нижегородской области 52 муниципальных опорных центрах. Это все развивается в рамках региональной модели дополнительного образования. На сегодняшний день строится, как я уже сказала, региональная модель дополнительного образования. Что она себя включает? Во-первых, это создание сети опорных, муниципальных опорных центров. 52. Во главе стоит региональный модельный центр. И вот только на прошлой неделе, во вторник, состоялось открытие регионального модельного центра. Вся эта система, она, конечно, представлена и развивается с целью эффективного управления дополнительным образованием в Нижегородской области. Поэтому вот во главе стоит региональный модельный центр и сеть муниципальных опорных центров. А в чем смысл вот этой реформы? Выделить какие-то лучшие практики? Эффективнее деньги расходовать? Выделять проекты, которые можно выводить на новый уровень? Вот как раз Костя, вы назвали практически основные направления, которым будем заниматься в рамках проекта «Успех каждого ребенка». А что это за проект? Это проект в рамках национального проекта образования. Один из десяти проектов, который касается конкретно дополнительного образования. Мы увидели, как сегодня государство обратило внимание очень внимательно на дополнительное образование. Вот в рамках как раз в данном проекте и реализуются все те новые направления, которые сейчас муниципальный опорный центр, дальше навигатор дополнительного образования, инвентаризация, которая прошла у нас летом 2019 года, ну и персонифицированное обучение. Это тоже в рамках данного проекта. А в чем должен выражаться успех этого каждого ребенка? То есть, условно говоря, родители вам, как организации доп. образования, доверяют своего сына или дочь 8-9 лет, который приходит в одну из секций. Что вы должны с ним сделать, чтобы оправдать свой статус? Мы должны заниматься дополнительным образованием. Мы должны ребенку создать ситуацию, когда он будет чувствовать себя успешным. В принципе, этим мы всегда и занимались. Создать успех ребенку как внутри объединения, так внутри учреждения, так и на других уровнях. Светлана Анатольевна, вы упомянули такой термин, как навигатор. Если честно, не совсем понял, что это такое? Ну, я думаю, что многие родители в нашем городе уже знакомы с этим словом. Навигатор дополнительного образования детей. Это информационный портал на сегодняшний день, который систематизирует все показатели и все данные по дополнительному образованию в Нижегородской области. Навигатор 52 дети или R52 навигатор.дети. Вот это адрес этого портала. И на сегодняшний день он, как я уже сказала, систематизирует кадровые ресурсы, систематизирует программно-методическое обеспечение. Значит, в принципе, родители, зайдя на этот навигатор, он увидит все программы, которые реализуются в учреждениях дополнительного образования в Нижегородской области. То есть я правильно понимаю, что это такая афиша доп. образования, когда родитель, зайдя на сайт, может понять, какие направления представлены в его городе, и куда он может отдать ребенка, и при каких условиях. Конечно, не выходя из дома, родитель теперь может действительно зайти на этот сайт и посмотреть, выбрать программу, которая удовлетворяет потребностям его ребенка, которая соответствует возрасту его ребенка. И посмотрев, и познакомившись с педагогом, потому что там о педагоге тоже есть данные, они могут выбрать себе программу. Плюс это и обратная связь. Каждый родитель может написать отзыв для нас, как управленцев. Это тоже, я думаю, что будем использовать для того, чтобы обратную связь увидеть и узнать отзывы по тем или иным направлениям нашей работы, именно по программам, которые реализуют наши педагоги. А, кстати, сколько сейчас программ реализуется во Дворце детского творчества? Во Дворце детского творчества в данном учебном году реализуется 49 общеобразовательных программ. То есть, условно говоря, 49 кружков, секций, объединений? 49 объединений, да. А эта цифра как-то меняется с годами? Конечно, из года в год она меняется в большую или в меньшую сторону, но в основном около 50 ежегодно. А в этом году добавилось или наоборот что-то исчезло? Педагогический коллектив во Дворце детского творчества, он стабильный. Но, конечно, приходят педагоги, кто-то уходит. И в дополнительном образовании специфика такая, что есть педагог, он реализует данную программу. С уходом его уже, конечно, мы не можем поддержать это направление. Эту программу. Поэтому данную программу мы в этом году, например, не будем реализовать. Вот это вот как раз специфика дополнительного образования. Светлана Анатольевна, мне всегда казалось, что доп. образование – это такое, знаете, дело энтузиастов в противовес школе, где нужно педобразование, опыт работы и куча других документов. То есть, люди просто приходили и привносили какое-то свое любимое дело. Вот сейчас есть возможность стать педагогом Дворца детского творчества, не имея диплома о высшем педобразовании, сертификатов, бумаг и документов? Просто если ты специалист в своей сфере, и она интересна широкому кругу детей. Ну, если говорить так широко и откровенно, как бы, конечно, это можно. Может человек прийти и работать во Дворце. Но в течение ближайшего времени он должен будет получить педагогическое образование. Мы ему помогаем в этом. Он должен... Ну, такие же, в принципе, сейчас требования, в основном, как и в общеобразовательном учреждении. А вы как считаете это правильно? Все-таки это не школа. Это, условно говоря, самодеятельность. Работа в свободное, отработавчивое время. Наше государство не рассматривает дополнительное образование как самодеятельность. Он все-таки рассматривает как путь, целенаправленный путь развития ребенка. Именно вот сейчас это профориентация. Конечно, это вот путь к профессии ребенка в настоящее время. То есть, если в школе это обязательное для изучения дисциплины, то, ну, на примере Сарова в Дворце, это возможность для ребенка понять, чем он хочет и может заниматься в будущем. Да, конечно. И мы должны будем ему помочь в этом. А как вы помогаете? Что для этого есть? Какие-то курсы, встречи с людьми, представителями данной конкретной профессии, которые могут честно рассказать о всех плюсах, минусах и подводных камнях? Ну, наверное, главное, как я уже сказала, профориентация. Поэтому у нас есть общеобразовательные программы, которые расширяют знания ребенка, полученные в школе. Такие программы, как веселый английский, занимательный английский, юный лингвист, литошка. Это те программы, которые дают детям более глубокие знания. Как одно из направлений у нас во Дворце реализуется еще и профориентационное направление. И в рамках него уже идут различные мероприятия, в которых участвуют все школьники города, не только Дворца. Я знаю, что у вас уже долгое время проходит занятие дискуссионного клуба, даже не занятие, а встрече. Когда к ребятам приходят представители профессии весьма серьезных, в том числе правоохранительных органов, и рассказывают о своей работе. Вот мы уже раньше говорили про обратную связь. Вот в данном конкретном случае, как себя зарекомендовал этот формат? Как ребята к нему относятся? Им интересны такие встречи? Хочу сказать, что да. Очень много приходит старшеклассников на дискуссионные клубы. И так как действительно в них участвуют такие представители ФСО, на следующей неделе у нас будут представители прокуратуры, которые в принципе в доступной форме говорят о плюсах и минусах своей профессии, говорят о перспективах, ну и, конечно, разных нюансах, касающихся данной профессии. Это все опять же в рамках программы профориентации? Да, это в рамках городского проекта профтренд. Которая состоит из разных составляющих. Это занятия, когда ребята получают знания. Это встречи с людьми, когда они получают уже реальные практические опыты. Реальные, да. Светлана Анатольевна, давайте перейдем к другому интересному проекту, мобильный Каванториум, который в начале ноября посетил Саров. Это такой микроавтобус с кучей оборудования. И интересными названиями, которые я, правда, сейчас не воспроизведу. Гео, Аэро, Виар, Аэр. Расскажите, что это было, почему приехали именно к вам? Вы знаете, в августе месяце, когда проходила областная конференция, в Тюзи, в Нижнем Новгороде, мы приехали туда, и рядом я увидела действительно вот такие два красивых автобуса. Это «Газели». И уточнив у ребят, которые там представляли нам оборудование, мне, конечно, захотелось, чтобы к нам в Саров приехали такой мобильный Каванториум. И вот буквально не прошло и два месяца, к нам приехал в Саров мобильный Каванториум, который привез оборудование, которое располагается в трех кабинетах. В принципе, там очень много оборудования, и занятия идут по четырем Квантумам. Пломробо, виртуальная реальность, аэро, гео-аэро и хай-тек. Вот четыре направления, которые реализуются в рамках мобильного Каванториума. А с этим Каванториумом и преподаватели приехали из Нижнего, или уже наши из Дворца детского творчества на основании этого оборудования ведут с рядами занятий? Нет, вы знаете, но все же знают, что у нас на базе технопарка открывается стационарный детский Каванториум. И я думаю, что вот как раз в рамках открытия в наш город и привезли мобильный Каванториум, чтобы посмотреть интерес детей к данному направлению. Желающих было очень много, более 300 детей записалось в эти объединения. Ну вот сейчас по итогам работы, больше месяца они будут у нас работать, мы посмотрим результаты. Что же за этот короткий период ребята могли спроектировать? Светлана Анатольевна, а как вы думаете, можно на базе Дворца детского творчества открыть небольшое отделение вот этого детского Каванториума, который будет располагаться в технопарке? Я уверена, что можно. И в рамках пресс-конференции, которая проходила в рамках открытия мобильного Каванториума, представители в НИЭФ, они тоже озвучили данную мысль, что на базе Дворца детского творчества можно открыть одно из отделений, одно из направлений стационарного Каванториума. Поэтому мы надеемся... Ну как вы думаете, вот к началу следующего учебного года получится это сделать или пока говорить еще рано? Я думаю, что говорить еще рано, но во всяком случае во Дворце есть площади, которые необходимы для работы Каванториума. Давайте все-таки вернемся немного назад. Я спрашивал, какие педагоги занимаются с ребятами в рамках мобильного Каванториума? Нижегородские или наши местные? В рамках мобильного Каванториума занимаются ребята наши городские, но обученные и работающие в мобильном Каванториуме Нижнего Новгорода. Это вот, наверное, та самая сеть модельных центров действий, да? Когда все интегрировано, и человек может получить знания в этом региональном опорном пункте. И по закрытию мобильного Каванториума эти специалисты, эти педагоги будут работать в стационарном Каванториуме. У меня вопрос возник по этому поводу. А насколько вообще актуальна в доп. образовании тема повышения квалификации самих педагогов? Понятно, что есть направления, но я не хочу говорить, что они малозначимы, литературные, музыкальные, языковые, где, в общем, в принципе, 20, 30 или 40 лет разницы не играет. Но в технических направлениях, когда прогресс шагает каждый год большими шагами вперед, вы своих сотрудников в добровольно-принудительном порядке отправляете? Конечно, в дополнительном образовании повышение квалификации также актуально. Поэтому добровольно или принудительно, но раз в три года педагог должен пройти курсы повышения квалификации. А тем более в технической направленности сейчас существуют курсы, которые можно пройти дистанционно. И не надо набирать там 200 часов, 120 часов. В принципе, курсы, которые краткосрочные, на 36 часов, этого достаточно, чтобы обновить свои знания, актуализировать ту информацию, которая у вас есть. Кстати, Слава Анатольевна, недавно я общался с вашим коллегой, наверное, тоже педагогом, который занимается с ребятами физикой, математикой, другими точными дисциплинами, в том числе в формате облачных школ. То есть, когда не нужно ребенка и преподавателя сводить в одном помещении, а все это происходит через компьютер, через интернет. Как вы считаете, такой формат будет развиваться? Такой формат будет развиваться, конечно. У вас есть какие-то уже наметки, приблизительные идеи? Может быть, устроить занятия, допустим, в вашем дворце, да, пригласив преподавателя, скажем, из Москвы, который просто будет по скайпу вести урок и показывать что-то наглядно? Это все, все это реализуется в рамках сетевого взаимодействия. Поэтому это все реально. И, в принципе, я думаю, что в следующем году, мы попробовали в этом году, но не все получилось, но я думаю, что в следующем году мы обязательно будем использовать эти технологии. А что это была за попытка, за задумка в этом году? В этом году, будучи на московском форуме, вот образовательном форуме, я познакомилась со специалистами из Санкт-Петербурга, также из образовательной организации, которые предоставляют такие услуги. Вот сейчас мы с ними работаем в этом направлении. Нужно подписать бумаги и продумать направление, которое необходимо для совместной реализации. А забегая вперед, это какая-то как раз техническая специальность? Конечно. Нам не хватает сегодня специалистов именно в данной направленности. Конечно, мы будем работать в технической направленности. Все связано с информационными технологиями. То есть в городе такого педагога найти не получится, но в силу объективных причин, а не в большой, а специальность такая экзотическая. Пока мы не нашли. Светлана Анатольевна, мы уже говорили о программе «Успех каждого ребенка». Сейчас предлагаю поговорить об успехе преподавателей, который тоже является неотъемлемой частью работы дворца и показателем качества его работы. Вот буквально недавно ваша коллега и сотрудница Елена Гринева стала лауреатом и победителем конкурса «Сердце отдавить детям». Расскажите, пожалуйста, что это вообще за человек? Вы давно с ней знакомы? С Еленой Сергеевной? Конечно. Я с ней знакома, когда она у меня в школе была пионеркой, председателем Совета Дружины, в школе номер 7. Поэтому данного педагога я знаю много лет. Я, окончив школу, Елена Сергеевна поступила в педагогический университет, закончила его и пришла к нам работать педагогом. А как вы думаете, в чем секрет ее успеха, ее победы? Как она занимается с детьми? Вы знаете, во Дворце детского творчества создана система работы с педагогами. И это наглядно выражается в том, что, в принципе, ежегодно педагоги Дворца являются призерами или победителями городского конкурса «Сердце отдаю детям». Так вот, Елена Сергеевна прошла путь, победив на муниципальном этапе, на региональном этапе. И сейчас ее победа – это второе место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Это всероссийский конкурс. Что она за педагог? Она педагог ищущий, она педагог молодой. Конечно, ее предмет – краеведение – сегодня очень интересное для детей и востребованное. Все думают, что краеведение – это только экскурсия, это только изучение архивных материалов. Но на своем занятии Елена Сергеевна показала, как с помощью информационных технологий также можно узнавать и получать новые знания. Хотя во время конкурсного испытания члены жюри задали вопрос, насколько ли необходимо в данном направлении использовать информационные технологии. И педагог, конечно, уверенно сказал о том, что да, это актуально. И в рамках нашего города, когда небольшого города, когда не всегда есть доступ к каким-то архивным материалам, использовать вот этот информационный ресурс очень даже полезно. Светлана Анатольевна, у нас остается не так много времени. Давайте поговорим про школу «Лидер». Насколько я знаю, это ваше детище. Вы ее придумали, сочинили и притворили проект «Жизнь». Каким вы его задумывали? Вы знаете, наверное, то, как задумывалось и то, как сейчас реализуется, естественно, это две другие, две школы «Лидера». Но неизменно одно – это развитие лидерских качеств у наших детей. А как вы думаете, это вообще можно развить? Или это как Пикассо? Или родился, или не родился? Можно. Лидерские качества можно развить в ребенке. И этим как раз и занимается школа «Лидер». Светлана Анатольевна, и последний вопрос. Я, разумеется, всего не знаю. Наверное, знаю даже очень немного о ДОП-образовании. Есть что-то такое, о чем я не успел спросить, но о чем знать важно? Родителям, детям, которые будут у вас заниматься. Наверное, мы с вами об этом как-то сказали вскользь. Но мне бы хотелось все-таки остановиться на навигаторе дополнительного образования. Потому что сейчас многие родители как раз занимаются тем, что регистрируются в навигаторе дополнительного образования. И, наверное, есть некая проблема. Какая? Как все российские люди, мы не любим заполнять бумаги. А сейчас при регистрации в навигаторе необходимо заполнить пять документов. Поэтому, наверное, это много, может быть, считают родители. Но это необходимо сейчас сделать. И заполнив данные бумаги, зарегистрировать ребенка в навигаторе. Для того, чтобы он в дальнейшем мог обучаться по дополнительным общеразвивающим программам. Он может обучаться в одном учреждении, либо в другом. Сейчас как-то вот среди родителей такое есть опасение о том, что ребенок сможет заниматься только в одном объединении. Нет. Зарегистрироваться нужно в навигаторе и подать заявки как в одно учреждение и в другое. Либо в рамках одного учреждения в одно объединение и в другое. Ребенок может и имеет право заниматься в двух и более объединениях. Поэтому родители вот сейчас занимаются этим. И мы, как педагоги, конечно, им помогаем в этом. Но этот процесс, он непростой. Но нужно понять, что в принципе, вот уже в 2020 году, когда мы начнем набирать детей, не только мы, а учреждения дополнительного образования под ведомственные департаменты образования, учреждения культуры, у кого есть также реализация общеобразовательных программ, учреждения спорта, всех детей мы будем принимать через навигатор. Поэтому так или иначе родителям необходимо будет зарегистрировать ребенка. И вот сейчас у нас у учреждений такая горячая пора – это работа с родителями. Работа с родителями для того, чтобы они зарегистрировались в навигаторе. То есть я правильно понимаю, что со следующего года старый формат, когда родитель приходил к вам, писал заявление, отдавал ребенку, он исчезнет? Все будет делаться в режиме онлайн через навигатор? – Наверное, не совсем еще, Костя, потому что родитель может зарегистрировать ребенка, он может выбрать ту или иную программу, но ногами он все равно должен будет прийти в учреждение дополнительного образования, чтобы сдать пакет документов. – А у вас есть во дворце программа, на которой идет отбор? То есть количество желающих больше, чем реально мест есть? – Наверное, навигатор, он и даст вот такую ситуацию, когда будет видно, насколько востребованы те или иные программы. На сегодняшний день у нас во дворце есть программы, где желающих больше, чем бюджетных мест, где-то есть достаточное количество. Но навигатор, он, конечно, покажет востребованность тех или иных программ. И для нас, как администрация учреждения, это вопрос для работы. – То есть, я так понимаю, навигатор – это еще инструмент мониторинга, который позволяет в том числе и вам посмотреть сверху на ситуацию? – Конечно. – Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с руководителем Дворца детского творчества Светланой Кальпаной. Светлана Анатольевна, большое спасибо, что согласились прийти. Всего хорошего. – Всего хорошего.